7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Именно сегодня, 72 года назад, была основана Всемирная организация здравоохранения. За это время серьезные изменения претерпели и это учреждение, и мировая медицина, и профессия врача в целом. О том, что сегодня означает принадлежность к этой профессии, о миссии доктора, в том числе в условиях пандемии COVID-19, мы будем говорить с нашим специальным гостем, представителем ярчайшей династии медиков Сергеем Гладуном, директором Института матери и ребенка. Добрый день, Сергей Евгеньевич, спасибо, что пришли к нам, нашли время. Пользуясь случаем, хочу вас поздравить с Всемирным днем здоровья, ваш профессиональный праздник. Сегодня ситуация в мире, мне кажется, что изменила отношение людей к медработникам, к врачам. Вот, как вы считаете, насколько легко или, может быть, сложно сегодня быть врачом? Богдан, спасибо большое за приглашение в студию. И тоже, пользуясь возможностью, хотел бы поздравить и вас, и всех медработников, а также населения Республики Молдова со Всемирным днем здоровья и пожелать самое важное, в чем мы нуждаемся в настоящее время, совсем не простое время, это крепкого здоровья. Конечно же, по моему мнению, многие врачи – это герои. Как сказал Антон Павлович Чехов, великий русский писатель, медицина, профессия врача – это подвиг. Это подвиг, потому что каждый врач должен быть самоотверженным, он должен быть чист душой и чист помыслами. Я знаю очень многих врачей, для которых самой большой наградой является выздоровление тяжелого пациента. В настоящее время медицина сделала огромный прогресс в своем развитии. Чудеса, которые делает медицина, для многих стали обыденностью, перестало быть это простым чудом, и поэтому и врачи из героев, может быть, просто стали обычными рукоделами. И, наверное, в свете того, что ситуация очень сильно, мне кажется, поменялась именно в плане отношения к врачам, к их работе, к чудесам медицины, когда появился этот новый штамм вируса, как Вы считаете, в этом плане к врачам у них сейчас более сложные задачи? Я хотел сказать, что, наверное, необходимо было такое потрясение потрясение среди нашего населения для того, чтобы люди опять переоценили ценности и обратили внимание на медицинских работников и поняли, что это действительно люди-герои. Сегодня к врачам, в том числе в нашей стране, относятся по-разному. Кто-то их превозносит, как Вы говорите, герои, кто-то все-таки говорит, что недостаточно усилий прилагается или неправильные подходы какие-то наблюдаются к тому, что касается ситуации коронавирусной. Вы как считаете, Вы какую оценку дадите работе наших молдавских медиков? Как показывает история развития этой пандемии, практически все системы до конца не были готовы к этой пандемии. Посмотрите, что происходило в Италии, происходит в Италии, в Великобритании, в Соединенных Штатах Америки. Все зависит не от подготовленности системы, а от возможности быстрой мобилизации медицинской системы для того, чтобы принять этот вызов. Министерство здравоохранения с появлением первых случаев, которые были опубликованы еще в декабре 2019 года из Китая, первых случаев появления коронавируса практически начало предпринимать определенные действия для того, чтобы подготовить нашу систему к принятию этих пациентов с коронавирусом. Мы в Институте материи ребенка тоже чувствуем эту поддержку. Мы получили специальные костюмы для защиты, мы получили рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения. Так что я надеюсь, что мы окажемся на высоте в борьбе с этим вирусом. Говорят, многие специалисты ссылаются на возраст пациентов и говорят, что в зависимости от возраста по-разному переносят вирус люди. То есть в данном случае, если у вас дети и молодые мамы, наблюдается ли у них более легкая симптоматика, или все же это миф, который не имеет ничего основополагающего? Статистика эпидемии, которая была в Китае, которая уже идет на угасание, случаи, зафиксированные в Италии и в других странах, Европе и Соединенных Штатов Америки, действительно показывают, что вирус тропен больше к людям старшего возраста, дети страдают меньше. И тяжелые формы этого вируса у детей отмечаются значительно реже. Ну и в этой ситуации напоследок хотелось бы услышать ваши, наверное, рекомендации. Как нам, обычным гражданам, людям, которые каждый день просыпаются, кто-то ходит на работу, кто-то сидит дома в самоизоляции, таких все больше становится. Как нам помочь вам, медикам, в этой ситуации? Наверное, все мы читали письмо одного из врачей из Италии, который назвал эту борьбу с коронавирусом войной. В этой войне принимают участие, конечно же, врачи, медицинские работники, но и все остальное население. Поэтому мы должны воевать все вместе. Наше место войны – это медицинские центры, все остальное население. Пожалуйста, наверное, это очень в последнее время популярный месседж. Находитесь, пожалуйста, дома. Спасибо вам, Сергей Евгеньевич, за ваше время. Еще раз мы поздравляем вас от имени телеканала, от имени нашей команды с вашим профессиональным праздником. Успехов в вашем нелегком деле. Надеемся, что у вас будут только хорошие новости, и мы о них будем рассказывать людям.